В 2010 году такой жанр игр, как стратегия про вторую мировую, уже был настолько заезжен и, извиняюсь за слово, затрахан, что, казалось бы, никакая новая стратегия уже никогда не внесёт свою лепту в такой класс игр. Также думали про Райс, когда её анонсировали и во время разработки, и пока она не вышла на свет. А вот когда она вышла, и многие уже успели её опробовать, то эти самые многие были не то чтобы шокированы, но точно уж приятно удивлены. Райс — это стратегия, играть в которую, осваиваясь на опции, накопленных в таких стратегиях, как Командан Канкур или Суприм Командер, нельзя. В Райс, в отличие от тех стратегий, которые я перечислил, выигрывает не тот игрок, который имеет многочисленную армию из каких-нибудь королевских тигров, а тот, который имеет у себя в руках всю информацию, касаемую противника, и умеет эту информацию весьма неплохо манипулировать. Основным методом получения необходимой нам информации является применение так называемых уловок. Уловки — это такие стратегические элементы, с помощью которых можно, например, узнать, какие именно единицы техники врага находятся в нужном нам секторе, ну или с помощью которых можно скрыть наши войска, чтобы противника не видел, и многие другие возможности. Так вот, представьте себе, что вы применили уловку, с помощью которой увидели, что противник выпустил на вас небольшое войско из бомбардировщиков. Восмехнувшись всем под нос, вы понастраиваете зенитных орудий и отправляете их навстречу этим самым бомбардировщикам. И когда ваши зенитки начинают поливать тяжелыми бронебойными пулями самолеты, вы с недоумением понимаете, что эти самые бомбардировщики были всего лишь фальшивкой, приманкой, с помощью которой противник заставил вас понастроить зенитных орудий. А тем временем, пока вы очухиваетесь понимания происходящего, противник отправляет на вас с противоположного фланга танки, против которых у вас нет ни единого орудия, и то, что даже шансов. И вам только и остается с грустью на лице и с чувством опростоволосия смотреть на то, как эти самые танки без какого-либо сопротивления уничтожают дорогую вам базу, те самые зенитки, которые так и не оправдали своих надежд. Да впрочем, это и не их вина, ведь вы командир базы, и вы дали противнику обмануть вас. Противник всего лишь понастроил небольшое войско из средних танков и применил несколько уловок. Вот и все. Это именно то, о чем я говорил. Применение нескольких уловок и немудренная тактика обеспечила противнику победу. Также такое поведение противника показывает, насколько хорош АИ в РАИС, а он действительно хорош. Если вы собираетесь играть в РАИС против АИ, то приготовьтесь к таким выкруцасовым искусственного интеллекта, как Блицкриг, окружение, износы, практически ко всем другим военным стратегическим приемам. Приготовьтесь к тому, что первый раз в 60 игры с ним вы просто будете помирять, не успевая даже понастроить маленькую армию из Т-34. Короче говоря, приготовьтесь к вынижениям, психованию. И просто к тому, что когда-нибудь вы просто из-за злости выкинете монитор и все остальное, причастное к компьютеру, в окно. К сожалению, имея такой искусственный интеллект АИ, большие возможности и так далее, компания РАИС предлагает нам целых 23 наискучнейших миссий, в которые разработчики пытаются нам объяснить, как же все-таки нужно играть в их шедевр. Но при всей скучноте миссий, некоторые советы по поводу стратегии в их игре весьма полезны, так что я бы не рекомендовал пренебрегать компании. Хотя, решать вам. Также весьма доставляет визуализация происходящего на экране. Да, первые несколько минут с АИ вы будете тупо создавать свое войско из каких-нибудь, ну например, противотанковых орудий или Катюш, или тех же Т-34. Сначала эти самые Т-34 лениво, не торопясь, ползут туда, куда вы их отправили. И вот, прибыв на свое место, если в зоне их зрения есть какой-нибудь противник, они начинают его атаковать. И тут-то и начинается самое веселье. Танки начинают стрелять. Ну, пускай по танкам противника. В АТ-34 тоже начинают стрелять, начиная со расточенной войны. Между двумя сторонами то и дело летают огромные снаряды. У обеих сторон вокруг танков начинают взрываться снаряды, не попавшие в цель. На поле боя быстро поднимается огромное облако пыли, в перемешку с дымом от горящих танков. Поламина ваших же танков давно подорвана, и больше никогда не смогут ни стрелять, ни двигаться, ни просто нагонять страх. А другая половина в панике бегут задним ходом с поля боя. Повсюду слышны взрывы, выстрелы, рев танков. Именно так и происходят чаще всего первые бои между двумя сторонами. Ведь, как говорится, одним сражением войну не выиграть. Также отдельный респект хочется выразить разработчикам за то, что они сделали при удалении и приближении к карте. При максимальном приближении каждую деталь ваших танков можно разглядеть досконально. А вот при удалении от карты войска на ней становятся фишками. А сама же карта превращается в тактическую карту, развернутую на столе, которая стоит посреди командного пункта. Неподалеку от этой карты стоят люди в военной форме и какое-то военное оборудование. А команды вашим войскам помечаются стрелкой. В общем и в целом, в конечном итоге я могу сказать только так. Если вы человек, который хочет почувствовать себя настоящим военачальником, имеющим в подчинении всё, от простой пехоты с автоматами до самых современных по тем временам истребителей, хотите по-настоящему почувствовать себя настоящим генералом, который может проделывать такие стратегические возможности, что никому и мало не покажется, а на вас всегда прудут то ли настоящие, то ли ненастоящие войска противника, и самое главное, вы никогда не узнаете, пока первые не атакуете. Вот такой вот вердикт. Моя оценка Райс без всякого созрения совести 9.0 баллов. Надеюсь, вам было не совсем уж скучно, а то я зря старался, создавая этот обзор. С вами был Миронов Даниил, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если, конечно, вам понравилось это видео. Извиняюсь за то, что в последнее время выходит довольно мало видео, это связано с небольшими проблемами в реальной жизни и на компе. Обе проблемы я пытаюсь всеми силами сейчас решить. Также, если хотите, то посмотрите мои видео на моём лайв-канале, ссылка на который дана под видео. Не скучайте, всем удачи и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok